Какой-то не очень. Все хорошо. О май гад. Надувные нарукавники. Спасибо. Мне очень приятно, конечно. До свидания. Волосы Барби. Неплохо. Недорогой такой Барби. Это важно. Нет. Это очень жестко. Привет, красотка! И сегодня у нас в студии пакетик. Да, не простой пакетик. Пакетик с косметикой. И с косметикой из Ашана. В общем, одна из ваших самых любимых рубрик. Бьюти эксперименты. И сегодня я тестирую впервые в жизни косметику из Ашана. Посмотрите, какое у меня произошло обновление. Теперь у нас есть бьюти мусор. Косметика, которая абсолютно неприемлема для использования, которую я вам не рекомендую. И в принципе сама пользоваться я не буду. Выкидывать буду в этот бочонок. Девочки, мое удивление, но косметики в Ашане просто завались. Больше всего меня, конечно, смущают и радуют одновременно цены. Потому что вы обалдетесь. Наверное, будет самый дешевый наш обзор с косметикой. Ну что, я не буду тянуть и начну макияж вот с этих двух средств. Это BB крем. И спонжик а-ля BC Blender. К сожалению, тестера у BB крема я не нашла. Поэтому не смогла протестировать его на себе, на шее. Ну, в общем-то, буду надеяться. Просто буду надеяться. Что могу сказать на первый взгляд о спонжике? Во-первых, прикольная упаковочка. Он очень плотный и пока что, конечно, он не намочен водой. Жестковат он. Запомните его размер. Сейчас я пойду его намочу водой, отожму и вернусь. Ну, в общем-то, первая плохая новость. Абсолютно никаких изменений в размере я не увидела. Нет, это очень жестко. Цена этого спонжика 89 рублей. Между прочим, в фикс-прайсе продается спонж за рублей 55. И вроде он и то немножечко увеличивается в размере. А BB крем у нас стоит 135 рублей. Ну что, приступим. Пахнет приятным кремом каким-то. Спонжик просто отвратительно пахнет. Как будто бы, знаете, в спортивном магазине вот эти вот мячики резиновые для тенниса большого. Они резиновые. BB крем покрывает хорошо, кстати говоря. Я бы даже сказала, что он мне подходит по цвету. Девочки, но у меня правда нет претензий к BB крему. Пока что, вот если не знать, что это из-за шана BB крем, я вообще бы не сказала, что он какой-то не очень. Все хорошо растушевал. Перекрыл покраснение, перекрыл какие-то венки у меня вот здесь вот на щечках венки. Небольшие синечки под глазами и в принципе все хорошо. Но я надеюсь, вы разрешите мне вот эту вот латексную штуку выкинуть в наш потрясающий мусорный бак. Потому что пользоваться им, конечно же, не буду. Давайте тестировать дальше. И на очереди у меня вот такая пудра. Я боюсь, что я немножечко промазала с оттенком, но простите, это был самый светлый. И он действительно выглядит как не очень-то светлый, как какой-то корректор. На удивление, просто я нигде никогда не видела состава продукта. Ну, может быть, я невнимательно смотрю на упаковки, но вот здесь вот в Ашане, между прочим. Сзади мы видим состав, способ применения, где разработана формула. Классно. Вы только посмотрите на эту упаковочку. Снизу есть... Оооо! Есть зеркало! О май гад! Не-не-не, я хочу узнать, сколько это стоит. 123 рубля. Вы понимаете, что у продукта за 123 рубля из Ашана получше упаковка, чем у некоторых люксовых вообще продуктов декоративной косметики. Мы здесь видим хорошего качества зеркала. Оно действительно хорошее. Я не знаю, как вам это доказать. Вот видно мои шторы. Сюда мы кладем губку, которой можно подправлять макияж, если брать пудру с собой. И сверху само средство. И чем мы будем наносить девочке пудру? Это очень приятная для меня покупка, потому что кисточка вроде выглядит достаточно хорошо. Стоит она 227 рублей. Для хорошей кисточки, для пудры это очень приятная цена. Но мы, конечно же, дело имеем с Ашаном. Не стоит супер прям надеяться. А, ну да, собственно, вообще не стоит надеяться. Посмотрите. Вы видите этот волосочек? Спасибо. В принципе, у нас хорошо так выходит ворс. Я надеюсь, вам видно. Кисточка пахнет так же, как будто бы я в том же магазине осталась, в том спортивном. Надувные нарукавники, там вот эти вот круги для плавания. Вот так же пахнет. В общем, какой-то китайской резиной. Сама кисточка синтетическая. Посмотрим, как она будет нам растушевывать пудру. Но, скажу, дизайн мне очень нравится, как она выглядит. Ну, вот кисточка оставляет ворс прямо на лице. Но при нанесении кисточка такая, знаете, очень мягкая. Пудра нанеслась таким тоненьким слоем. У меня лицо не блестит. По цвету как будто бы даже мне подошло. Ладно, двигаем дальше. Здесь у нас вот такой тандем от фирмы Косми. Кисточка, я считаю, что подходящая, в принципе, для нанесения скульптора. И это тени на самом деле. Но я ничего не нашла более подходящего для наших скул. Они с небольшим шиммером. Может быть, вам даже его не будет видно, потому что фокуса нет, да? Но, в принципе, возможно, возможно, это подойдет. Очень интересно потестировать также кисточку, которая стоит, внимание, 52 рубля. А вот тени, между прочим, одна вот такая вот штучка стоит 142 рубля. Даже дороже нашей пудры. Кисточка была приклеена на клей. Видите, вот эту вот капельку клея к упаковке? Не очень приятная, конечно. Ну, ладно. Дизайн самой кисточки мне нравится. Сам ворс достается просто с невероятной скоростью. Запах чуть получше, чем из того магазина. Но вот качество прямо чувствуется, знаете, что волосы Барби. Вот просто волосы Барби. Причем недорогой такой Барби. Ну, давайте попробуем. Нанесем корректор на мои скулы. Знаете, немножечко тупик. Кисточка просто решила оставить средство, но не растушевывать его. Да, с растушевкой все реально печально. А кисточка нам нужна, собственно, именно для этого. Понятно, что эта кисточка пойдет в наш бак, потому что она вообще не справляется со своей задачей. До свидания. Попробую растушевать вот этой. Знаете, вот хотя она создана для пудры, тем не менее растушевывает неплохо. Идем, девочки, дальше. Посмотрите, какой у нас здесь набор. Label Collection. 100 рублей. Неплохо. Очень хорошо упаковано, так что вообще не пробраться как бы к палетке. Еще одна упаковка! Вы серьезно? Вы от кого прячетесь? Посмотрите, какой у нас комплект. Здесь есть румяна двух оттенков, тени для век матовые, тени для век с блестками, аппликатор. Боже мой, все это за 100 рублей. Можно попрошу аппликатор этот сразу же вот туда вот, вот так вот сделать? Потому что, ну, им вообще, девочки, наносить ничего нельзя, даже если вы покупаете косметику из Ашана. Лучше пальцем. Но я, между прочим, купила кисточку, такая плоская. Между прочим, такая малышка стоила 169 рублей. Но здесь хорошо набитый ворс, ничего не выпадает. Давайте мы с вами сегодня сделаем весенний макияж. Использую этот бежевый оттенок, наношу на все подвижное веко. Следом беру вот этот коричневый оттенок. Позвольте мне воспользоваться моей кисточкой для растушевки, потому что иначе я не растушую складку века никогда. Я набираю буквально немножечко. Этот же оттенок нанесу на нижнее веко с внешнего уголка. Давайте вот этот голубой нанесем во внутренний уголок, чтобы он немножечко подсветил наш макияж. И давайте же потестируем наше румяно. Я выберу вот этот оттенок. А может быть, смешать оба даже. Улыбка идиота! Я просто наношу румяно. Не жалеем! У нас же весна, девочки, настроение! Макияж такой свеженький должен получиться. Румяно оттенок мне нравится. И вообще, я хочу дать комментарий по теням. Конечно, я не увидела какую-то максимальную передачу цвета, потому что, чтобы нанести цвет голубым, мне нужно было прямо в него втапливаться. Но, простите, это 100 рублей и сразу же 8 оттенков. Я пропустила консилер! Девочки, простите меня, пожалуйста. Упаковочка заслуживает внимания. Это такой точечный консилер. Это карандашик для всяких несовершенств. Так вот он у нас выходит. Цвет, девочки, нереально светлый. Я бы его все равно не использовала, потому что суть консилера не в том, чтобы высветлить вот эти вот прямо зоны, а чтобы перекрыть некоторые цветовые недостатки. Например, синяки замаскировать более таким желтоватым оранжевым консилером. А такой светлый мне, в принципе-то, никуда и не нужен. Но знаете, что у них есть консилер за 109 рублей, между прочим? А с глазками мы еще не закончили. И здесь у нас черный карандаш для глаз за 23 рубля, который мы нанесем сейчас на водную линию и немножечко межресничное пространство. Если честно, пока что мне вообще нравится, что у меня на лице. Я как бы после этого видео планировала пойти по делам. И, собственно, не надо будет ничего смывать. Получается все довольно-таки хорошо. Ага, вот и первый минус теней. Вот все это время, что я с вами разговаривала, я, собственно, моргала, да. Тени были у меня на веках. И вот мы можем немножечко увидеть, как они скатались. И это буквально за минут 5, я бы сказала, не больше. То есть, представляете, да, что в течение дня они 100% скатаются. Смотрите, как у нас глазик сразу же преобразился. Но также я хочу немножечко пройтись еще меж ресничками, прямо вот вдоль роста ресниц. Вот что у нас нарисовал карандашик, но мы сейчас растушуем это кисточкой. Знаете, за карандаш за 23 рубля я вообще голосую руками и ногами. Боже мой жесть, точилка! И буквально несколькими штрихами кисточкой влево-вправо, проводя по карандашику, я превращу нашу стрелочку в растушованную стрелочку. И вот что мы имеем. Давайте сейчас пройдемся хорошо так активно тушью. Вот такая упаковочка туши. Знаете, вот эта вот штучка сама, она внутри вообще не держится, она ходит туда-сюда. Я вам сейчас прямо в микрофон дала послушать. Щеточка у нас здесь не силиконовая. Я такие не очень люблю на самом деле. Нам нужна обильная такая тушь, потому что у нас стрелочка такая растушеванная, чтобы глазик не потерялся. Кстати, тушь совсем-таки неплохая. Она не выглядит на ресницах, как паучьи лапки. Хорошо удлиняет. Ну что, девчата, давайте пока у меня высохнет тушь. Она где-то, кстати, еще отпечаталась, но я подожду, пока она подсохнет. Мы перейдем к бровям. И здесь у нас вот такие тени. Целое трио. 96 рублей стоит такая палетка. Здесь еще есть маленький аппликатор скошенной кисточкой. Но я также отдельно купила скошенную кисть. Она стоит 169 рублей. И здесь мы снова видим вот этот кусочек клея. Хочу сказать, чтобы вы не обращали внимания на мои брови, что с ними сейчас происходит. Мы максимально пытаемся их вылечить. Кто мы? Я и брови. Возьму второй оттенок. Ну что, с бровями я, в принципе, закончила. Постаралась что-то из них вырисовать. И скажу честно, вот эта вот кисточка отправляется вот сюда, потому что она очень неудобная. Она мягкая. Она не прорисовывает. То есть в ней не хватает какой-то жесткости для скошенной кисточки. Это важно. Сами тени для бровей, кстати, хорошие. Цвета здесь тоже приемлемые. Такие беззаружены. Мне кажется, подойдут большинству. И остались у нас одни только губы. И на самом деле здесь очень приятный продукт. Потому что, во-первых, посмотрите на дизайн этой помады. Мне очень нравится вот эта вот красная такая рельефная часть. Во-вторых, хотите узнать, сколько она стоит? Кстати, давайте реально здесь проведем опрос. И напишите ваше предположение, как вы думаете, сколько стоит такая помада. И я вам еще покажу ее цвет. Потому что это важно. 48 рублей, девочки. Я ее не тестировала. Это была одна из немногих помад, которая была, слава богу, запечатана. Потому что большинство помад были открыты, попробованы, запечатаны обратно. В общем, это все не очень приятно. А это была упакована помада хорошо. Давайте потестируем ее цвет. Очень приятный весенний такой оттенок. И давайте скорее нанесем на губы. Я обычно, знаете, убираю пальчиками. Ненужный, так сказать. Ну, не то, что ненужный, а как будто бы, знаете, пропитываю помаду, чтобы верхний слой ее немножечко сошел. Она стала более такой, будто бы небрежно нанесенной. Цвет в таком случае становится более глухим. Ну и как вам, девочки, наш весенний макияж? Мне на удивление очень даже нравится. И много продуктов останутся, видимо, со мной дальше жить. Вообще, я хочу выделить несколько фаворитов прямо из этого видео. На удивление, сюда входит тональный крем BB. Единственное, что сомневаюсь в том, что его можно действительно наносить на лицо. В том плане, что ладно, если это какие-нибудь тени для бровей, они ничего страшного прямо с тобой, с твоей кожей не сделают. То в случае с тональным кремом, он наносится прямо на кожу. И не хочется никакой странной реакции. И зная, что это тональный крем из Ашана, немножечко становится не по себе. Но, в принципе, на первый взгляд, у меня к нему претензий вообще было ноль. Карандаш для глаз за 23 рубля, девочки, который действительно хорошо справился со своей задачей. Он и тушуется хорошо, и яркий черный. Тени для бровей с классными тремя оттенками за 100 рублей. Достаточно хорошая тушь, несмотря на то, что не силиконовая кисточка, что я обычно не очень люблю. Но хорошо справился со своей задачей, стоит 120 рублей. И помада за 48 рублей, которая вообще все мои ожидания переплюнула. И выглядит классно, и стоит немного. И цвет у нее просто потрясающий. Мне очень нравится. Посмотрим, как она себя будет вести в течение дня. Пока что губы так увлажнены, как будто бы просто это кремовая хорошая помада. Так что, не знаю, как вас, но меня этот тест очень сильно порадовал. Я еще и с макияжем осталась. Хорошим, таким приемлемым для сегодняшнего дня. Ну, а мы, девочки, переходим к долгожданному конкурсу в каждом видео. В сегодняшнем видео у меня вообще суперкомплект от Ифраше. Это и шампунь для волос, и бальзам для волос, и крем для рук, который просто мой must-have, потому что я его обожаю. У него вот такой вот очень милый, красивый тюбик. Его можно всегда брать с собой. Он выглядит, как, знаете, упаковочек из-под красок. Очень хороший, очень питательный. Так что, чтобы выиграть этот комплектик, а еще, кстати, записочка лично от меня, лично тебе, нужно подписаться на мой канал, подписаться на мой инстаграм, и написать в комментариях к этому видео, тестировала ли ты когда-нибудь косметику из Ашана, или хотела ли бы ты попробовать потестировать эту косметику. И не забудь оставить свой ник инстаграма в комментариях. Ну, а вам, красотка, и спасибо большое за просмотр. Я вас очень сильно люблю. И пока-пока. Улыбайтесь чаще. Чуть ли не забыла мою коронную фразу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok